Все вокруг говорят о том, что сейчас в моде минималистичные интерьеры. Когда минимум мебели, минимум декора, так давайте же с вами сегодня разберемся, что же такое на самом деле минималистичный интерьер и как его нужно спроектировать в вашей квартире. Многие считают, что минимализм это когда у вас в квартире, допустим, там один диван, один шкаф и все, это минимализм. На самом деле нет, это не так. Когда у вас один диван и один шкаф, это просто недодуманная планировка. Минимализм на самом деле это целая философия в дизайне, которая пересекается с различными японскими стилями, со всякими стилями ваби-саби, дзеном и прочим. Основные принципы минимализма это лаконичные цвета, ровные, четкие, простые формы и минимум визуального шума. На самом деле разновидностей минимализма очень много. Можно даже сказать, что каждая страна переосмысливает стиль минимализма по-своему. Есть, например, скандинавский минимализм, японский минимализм, французский минимализм и так далее. То есть каждый привносит в стиль минимализм что-то свое. Но мы с вами сегодня поговорим, в принципе, о классическом минимализме и о том, как же, что же из себя представляет этот стиль. Для минимализма характерны светлые и какие-то природные оттенки. Да, конечно, вы можете добавить какой-то яркий акцент у себя, но этот акцент не должен принимать на себя все внимание. Основное все-таки правило это, чтобы интерьер был достаточно спокойным. Например, вы можете выбрать для себя какую-то определенную цветовую гамму из двух-трех цветов. И акцентным цветом у вас может быть даже красный. То есть вы ставите какой-то яркий красный диван, при этом все остальное, все остальные предметы мебели в интерьере у вас спокойных светлых оттенков. Это допустимо. Также основной чертой минимализма является чистота и порядок. Поэтому в минимализме всегда предусматривается большое количество систем хранения и шкафы в основном делаются от пола до потолка. И точно так же на кухне ящики и кухонный гарнитур всегда делаются до потолка. Для минимализма характерно минимальное количество различной фурнитуры. То есть если это ящики, то они должны быть с нажимным механизмом без каких-то дополнительных ручек. Либо если вы все-таки выбираете ручки, то они должны быть максимально незаметны и сливаться с интерьером. Что касается дверей, то двери обязательно должны быть скрытые, то есть не должно быть никаких видимых наличников. На окнах откосы и подоконники также должны быть максимально простыми. То есть откосы либо просто делаются штукатурными, либо делаются из искусственного камня и керамогранита. То же самое и про подоконники. Плинтусы также желательно делать скрытого монтажа, то есть использовать теневой профиль. Кстати, о теневом профиле у нас скоро выйдет очень классное видео, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы его не пропустить. Если выбирать мебель для стиля минимализм, то она должна быть простых форм. Желательно, чтобы это были какие-то прямоугольные, либо округлые формы. И эта мебель не должна содержать никаких декоративных вычурных элементов. Для минимализма очень важно наличие свободного пространства, поэтому по возможности старайтесь сделать минимум стен, либо оставлять какую-то свободную планировку. Так как минимализм стремится к расширению и к большому количеству свободного пространства, то очень важно подбирать грамотное освещение. То есть освещение у вас должно спроектировано быть таким образом, чтобы оно как можно больше давало вам света, и за счет этого ваше пространство оказалось больше. Если рассматривать, например, кухню, то в минимализме вся техника и бытовые приборы должны быть максимально спрятаны в зоне хранения. То есть не создавать никакого дополнительного визуального шума. И с виду ваша кухня должна казаться абсолютно чистой и простой. При этом на деле она может быть совсем непростой. Я имею в виду, что за простым кухонным гарнитуром может скрыться очень много интересного. Как сейчас, например, за моей спиной, вроде бы просто ровная стена, вроде просто кухонный гарнитур. Но при этом это огромная система хранения, в которой спрятана кофемашина и в целом барная зона. К этому же и относится встроенная техника на кухне. То есть для стиля минимализм обязательно вся техника, которая у вас есть на кухне бытовая, это холодильники, посудомоечные машины, микроволновые печи. Это все должно быть скрыто от глаз. Санузел это такое место в доме, которое достаточно ограничено в пространстве. И на самом деле минимализм в санузле достаточно сложно реализовать. При этом вы можете в санузле использовать различные емкости одного дизайна, использовать светильники, использовать смесители в одном стиле. И все это поможет вам создать минималистичный интерьер. Для того, чтобы подчеркнуть простоту форм, в минимализме чаще всего используются различные природные материалы, либо их имитации. Дерево, мрамор, бетон. Также для того, чтобы в минимализме избежать лишнее количество дополнительных бытовых приборов и различных вещей, рекомендуется использовать различные системы умного дома и различные бытовые приборы, которые могут совмещать в себе несколько функций. Ну, например, робот у вас может и мыть, и пылесосить одновременно. И при этом он выглядит достаточно красиво и аккуратно. Очень часто бывает, что минимализм путают со стилем хай-тек. Да, у них есть много общего. Это тоже простота форм и линий, тоже свободное пространство в интерьере. Но при этом стиль хай-тек, он очень технологичный. В этом стиле используются такие материалы, как железо, пластик. А в минимализме используются природные материалы. Если вы хотите поподробнее узнать про стиль хай-тек и как его использовать в современном интерьере, ставьте плюсик в комментариях, и я запишу для вас видео об этом стиле. Минимализм очень классный стиль, и сейчас его активно используют в интерьерах. Но не забывайте о том, что даже красивый минималистичный интерьер очень легко испортить, если у вас ремонт делали непрофессионалы. Например, если вам криво уложили красивый минималистичный пол, или как-то косо отштукатурили ваши красивые ровные минималистичные стены. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ремонт и ваша квартира выглядели хорошо и дорого, то обращайтесь к специалистам по ссылке, которая указана в описании. И не забывайте главное правило, что даже классный дорогой материал может испортить мастер с кривыми руками. С вами была Юля. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые секреты ремонта. Субтитры сделал DimaTorzok